Мы вольники Мы на ковре враги, а за ковром друзья Да, мы бойцы, но мы не кастоломы Нас можно победить, но нас сломать нельзя Вольная борьба, вольная борьба Это не увлечение, это судьба Вольная борьба, вольная борьба Это не увлечение, это судьба Вольная борьба Ведущ к победам мужества и воля Но лишь тому доступна высота В ком бьется сердце чистое, живое Кого влекут добро и красота И если тренер вольнику России В разгаре схватки крикнул «Разорби!» Что это значит? Победи красиво Красиво действуй, думай и живи Вольная борьба, вольная борьба Это не увлечение, это судьба Вольная борьба Вольная борьба, вольная борьба Это не увлечение, это судьба Вольная борьба Пусть ходит вверх, весьвод близко к погромы Ненастных в ней хлебнувший через край Прощай, двадцатый, бурный и суровый Прощай, двадцатый, бурный и суровый Убийство, сжигает Какие ощущения испытываешь от чемпионства в первую очередь? Ощущения были приятные, легко складывались, сильные соперники были. В финале был серьезный, сильный соперник. С ним пришлось трудно. До финала тоже были сильные. Свои же земляки боролись, но мне легко пришлось. С кем было тяжелее всего? В финале боролся за Аль-Хам Парангаев, тоже неудобный соперник. И за выход в полуфинал Ахмед Магомедов был тоже хороший соперник. Но со всеми, с каждым по-своему тяжело было. На каждого по-своему настраивался. И в полуфинале был с моего же зала. Парень с ним боролся. Так нормально все. Скажи, Анзор Уриши уже несколько лет считается твердым номером один в России. За счет чего именно тебе удалось в этом конкретном поединке? Он уже много лет был, поэтому я как бы настраивался. Я не слабее него, себя оставил тоже. И уже сколько лет он первым номером был в России. Поэтому я сам думал, что у него уже возраст и новый олимпийский цикл. И мне нужно было как бы... Сам на себя тоже рассчитывал. Он думал, что нужно уже становиться первым номером. Ну, на это и настраивался. Первый период завершился, 0-1 ты проигрывал. А что сказали тренеры в перерыве? Как тебя настраивали? Ну, они настраивали, чтобы не волновался, не суетился. Я ничего такой глупости не делал. Потому что три минуты это достаточно, чтобы как бы... Ну, нормально, чтобы сладко сложилось. И поэтому как бы... Ну, так сложилось. В тот момент, когда ты взял бал, сравнял счет, в этот момент у Риши все равно удалось долей секунды выйти вперед и взять у тебя бал. Как это случилось и в этот момент что-то почувствовал? Да, в этот момент я взял бал, как бы... И вот так неожиданно он как бы... Мне тоже взял бал. Ну, это мастерство соперника, как бы можно сказать. Проигрывал по счету 2-1. И потом в конце как бы собрался и вырвал бал. Ну, а ты отрешенность, когда я проиграл, такой мысли не было? Такого не было, да. Когда я выходил на ковер, вот все говорили, сильный соперник там, вот, конечно, участник Олимпиады, укратный чемпион Европы. Я, когда выходил на ковер, как бы только выходил выигрывать. Угу. Старые травмы не приходите? Старые травмы, у меня палец беспокоило туда. С первой же схватки повредил его. Старая травма. Ну, завязывал и на ковре забывал про эту травму. Все равно чуть мешала мне она. А так все нормально, вроде сложилось. Сейчас к чему будешь готовиться? К универсиаде? Я не знаю, что тренера решат, пока не могу сказать. Куда тренера отправят, да? Куда тренера отправят, да. Это понятно, да. Это ты еще сказал в Красноярске. А все-таки хотелось бы узнать, куда бы ты сам хотел поехать? Сам хотел бы поехать на универсиаду. В любом случае мы тебя поздравляем с чемпионством. Свои годы теперь достигли большого. Желаю тебе в дальнейшем. Успехов на ковре. Спасибо. Поздравляем с победой вашего ученика на чемпионате России. Какие у вас ощущения как у тренера? Я, прежде всего, хочу поздравить всю дагестанскую команду, которая выступала как никогда удачно, мощно. Хочу поздравить всех тренеров сборной во главе Садзида Садзидова, что они сделали огромную работу. И благодаря их, вот вы видите, что смена поколений идет потихоньку. Конечно, она еще долго будет раскачиваться, но в любом случае видно плоды работы наших тренеров сборной. И то, что Шамиль выступил вот так, даже более чем удачно, это, конечно, большая заслуга его, родителей и, конечно, ребят, которые с ним вместе в школе Гамеда, Гамеда оттенуруются. Честно говоря, в надежде хотелось, чтобы он был хотя бы в тройке, но когда он позвонил и сказал, что в финале... И я ему говорю, ну и что, что в финале... Я говорю, в финале любой может быть, надо говорить, чемпионом стат. Просто хотел настроить его хорошенько. Видимо, он сам настраивал себя. И вы видели, что выигрывать у Ришева даже при счете, в таком счете это большой успех для молодого борца. Просто хотелось бы, чтобы он не зазнавался и работал в дальнейшем так же, как работал еще больше. Анна Альбович, сколько дней вы даете ему отдыха? Отдыхать, по-моему, ему некогда, не то, что ему, любому. Сейчас у него в этом году он стал чемпионом России среди молодежи. Он сейчас университет, буквально через дней двадцать после университета, чемпионат мира по молодежи и тут же чемпионат мира по взрослым. Поэтому он два дня отдыхал после соревнований, хватит такого. Будет проходить в таком темпе, да? Ну, сейчас вот молодежные сборы, буквально вот завтра утром мы выезжаем. Ну, не знаю, завтра утром он сможет или нет, но послезавтра он уже на сборах должен быть и продолжит работу. А потом у них сборы на университет, потом обратно на мир по молодежи. Вот так круговорот идет, думаю, что должен выдержать этот график, чтобы добиваться результатов. Все выдерживали и он должен выдержать. Удачи вам и вашему ученику в трех предстоящих турнирах. Спасибо, удачи всем дагестанским спортсменам, всем борцам. Я еще раз хочу подчеркнуть, то, что сделали тренера, это статус чемпионов четырех весовых категорий. Могли бы еще минимум двух весовых категорий, ну, как бывает в борьбе, сегодня одним, завтра другим. Удачи всем. Спасибо, Анна. Спасибо. Федерации вольной борьбы. А ожидали, что будет такой результат? Мы снимаем. Давайте снимаем. Никто этого не мог ожидать. Потому что боролись лучшие борцы России, и наша молодежь показала себя самой на лучшей стороне. Конечно, мне понравилась схватка Анзора Урищева и Шамиля Кудея Магомедова. Это молодой парень, которому 20 лет. Выиграл, выиграл и стал чемпионом. И я ему хочу пожелать дальнейших успехов на борцовских коврах. Также хочу сказать Нариман Исропилов, Бекхан Гойгиреев, Богомед Курбаналиев, которые показали себя с самой наилучшей стороны. Молодые ребята. И это сенсация. Сенсация в российском спорте, что молодежь начала вытеснять наших прославленных борцов. Где боролись и Денис Царгуш, и Бесик Кудухов, Апансат. И молодежь сейчас подбирается уже к медалям. Я думаю, и на чемпионате мира выступят прекрасно. И первый старт у них будет универсиада в Казани. Это 11 июля. Все чемпионы будут бороться там. Прошу вас, спасибо. Семен Багимович, сегодня праздник Гунипска. В районе урожения Сырень, когда Шамиль Кудея Магрин стал чемпионом. Вы как глава администрации Цепчевского района, которые приехали его встречать в Аэропорт. Что вы могли сказать об этом борце? Мы с удовольствием приехали встретить его. И очень мы, в общем, и Гунипский район в целом. Очень рады, что наш начальник, наш земляк выиграл Россию. Такую победу взял. И мы гордимся ими. И дальше во всех отношениях, которые мы должны быть рядом, где надо быть рядом, где поддержать, мы всегда целым Гунипским районом будем поддерживать Шамиля. И полностью, кто будет рядом с ним. И дальнейших побед мы желаем ему здоровья, самое главное. И больших, больших до Олимпиады, чтобы он мог взять Олимпиаду. Победить и желаем ему здоровья, самое главное. И олимпийских побед. Павел Магомедович, мы как знаем, вы отец Шамиля Кудео Магомедов. Мы вас поздравляем. Какое ощущение быть, чувство, что ваш сын наконец стал чемпионом России среди взрослых? Ну, ощущение какое может быть. Честно говоря, чуть-чуть настораживает. Это что-то рано получилось, мне кажется. Ну, сейчас считаете, до Олимпиады настаиваться надо уже. Надо ждать. Додержать. Уровень... Ну, что могу сказать. Это ощущение, конечно, это неописуемое. А когда он уезжал на чемпионат России, сами думали, что он станет чемпионом? Или хотели, чтобы он был только в тройке? Ну, так думали, хотя бы тройку войти, когда уже я смотрел прямая передача. Когда он уже две сватки выиграл, я уже знал, уже по его глазам видно было, что он уже минимум в финале будет бороться. Значит, настрой был великолепен. Да, настрой был великолепен, да. С удачи вам и вашему. Спасибо. Спасибо всем тренерам, кто его поддерживал там. Главному тренерному садисту Анвару Магоменко Джиеву. Всем Майербеку, всем молодым тренерам. Гайдар Гайдару и Арсенгитину. Всем спасибо. Молодцы, поддержали. И врачи, и массажисты. Все поддержали его. Вот благодаря им он и стал чемпионом. Большое спасибо. Спасибо. Салам алейкум, уважаемые любители вольной борьбы. Начинается финальная схватка весовой категории до 84-х килограммов. Вот только что комментатор объявил, объявляет. В красном трико представитель Кабардино-Балкарской республики. И в синем трико наш земляк Куде Магомедов Шамиль. Живёт датчики по улице Шалушка. Тренер Замин Ковнукоев. Наперёд скажу, что путь нелёгок был у обоих борцов к финалу. Оба борца сделали по 4-5 схваток перед тем, как встретиться в финале. Шамиль. Ну, пока идёт Кудея Магомедов. Разведка. Вторая половина минуты уже истекает. Из города Махачкала. На табло пока 0-0. Никто не хочет рисковать. Тренер. Всё-таки в финал разыгрывается путёвка на первенство мира. И ещё вдобавок лишился челленджа. Что немаловажно в финальной схватке. Теперь, да, их протесты не будут рассматриваться ни в коем случае. Так как у них нет челленджа. Так, второй период. Вот так же немножко надо ему настроиться на атаку. Провести её до конца, как он провёл это в первом периоде, в конце периода. Так, вот, вот, вот. Ну, да, немножко. Остановился на полпути. Да, надо ему, надо, надо, надо немножко как-то что-то побороться. Так, да, истекает первая минута. Вот, ну, очередная атака наша Шамиля. Вот сейчас что-то спорный момент. Судья оценил бал борцу в красном трико. Вот отсюда мне не видно. Ну, мне показалось, что первым заступил борец в красном трико. Я не знаю, мне так показалось, насколько это, я не знаю. Наш секундант, видимо, ему видно, было видно, и он не кинул челлендж. Ну, да. Как и история повторяется, как и в первом периоде. 1-0 пока Шамиль проигрывает. Надо ему собраться, выложиться на концовку периода. Мы надеемся, что он соберется, возьмет себя в руки. Сказал, что первым заступ был у борца красный трико. Остается 20 секунд. Есть надежда. Еще 10 секунд выдержит от напористого соперника. И мы будем праздновать первую золотую медаль сегодняшнего дня. Так оно и есть. Две секунды, еще один секунд. Молодец. Есть. Есть победа. С чем мы его и поздравляем. Радость болельщиков, радость тренерского состава, радость друзей. Заслуженную победу одержал Шамиль Кудеев. Медаль высшей пробы, золотая, вручается Шамилю Кудеемагомедову, Дагестан. Награждается его тренер, заслуженный тренер России. Адвар Магомед Кадзиев, старший тренер молодежной сборной Республики Дагестан. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Идет соревнование международный турнир Али Алиевский, 43-й турнир. Финальная схватка 84 килограмм Куям Магомедов-Таимов. В синем трико Куям Магомедов, борец, представитель школы Гамидова. Вышел в финал. Очень сильный спортсмен, который недавно стал призером мира среди молодежи. Тренируется под руководством Ануара Адуллаевича и Магасхаба. Как я сказал, школа Гамидова. Ну, на первых минутах идет, пока узнают соперники поближе друг к другу. Вот атака. Куям Магомедов пошел четко в ноги, но Таимов оттянул и вышел с этой ситуацией. Борец с красным трико тоже является учеником школы Гамидова. Оба они тренируются в одном спортзале, где является директором школы Гамидова Арсен Гамидов. Гамидов прошел красным в ногу, но Синий тоже четко встретил его. Прошла первая минута, пока счет 0-0. Куям Магомедов очень перспективный молодой спортсмен, на него есть большие надежды. И вот сейчас он провел себя очень хорошо, вошел в финал на международном турнире Али-Алиева. Это очень хорошая заявка на взрослую борьбу. Он является членом сборной команды России по молодежи. Еще он борется в молодежной сборной. Да, учится ДГУ. Вот Таимов прошел ногу, прошел ногу. И здесь судья два синему дает. Два синему. Вот прошел ноги, четкий проход. Вот балл, балл, там уже балл, там уже балл. Балл, балл. Борис синим. Шамиль, 20 секунд осталось. Не давай. Вот сейчас, вот сейчас. Это очень решающе. Вот он проходит, не дает. Вай, вай, вай. Смотрите, какая прекрасная борьба. Проходит, встречает. Стой, 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 стой. Связал 10 секунд. 3 секунды, 2 секунды, все. Чемпионом соревнований является Куяма Арамедов. Борьба достойная финала. Поздравляем. Да, поздравляем. И создали его оба борца этот интересный бой. Оба борцы. Борец. Один из них должен быть играть. И выиграл Куяма Арамедов. Поведителю турнира Шамиль Куяма Арамедов стал чемпионом. И, наконец, на вершину физического почета приглашается Шамиль Куяма Арамедов, Данистан. Награждение победителя турнира против весовой категории проводит Олимпийский чемпион Лондона подсветок Мансур Исаев. Кроме того, награду получает три чемпиона Убай Була Асманова. И еще один три чемпиона Альвара Магамедкаджи. Уважаемые зрители и участники, в этой весовой категории учрежден специальный приз. И приз очень солидный. Полмиллиона рублей. До сего времени он был среди линеров на чемпионате мира золотым медалистом. И выиграл также победительство России среди линеров. Это его лучшие результаты. Тренируется под руководством Амбара Магамедкаджиева. Сидим трепо выступает Амзор Куришев в Красноярске, параллель с отчетом Кабардино-Малкарии. Ему 26 лет, заслуженный мастер спорта. Двукратный чемпион Европы. Участник Олимпийских игроков помогает. Сидим трепо выступает Амбара Магамедкаджиев. Участник Олимпийских игроков. Встреча с Упро. Сидим трепо выступает Амбара Магамедкаджиев. Встреча с Упро. Встреча с Упро. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...